всем привет пока полина спит решил для вас отснять кое-что интересное время у нас чуть больше 11 уже в принципе во всех гостиницах тишина но в соседнем клубе происходит кое-что интересное сейчас я вам покажу это у нас ночная лания ездит мотобайки машины очень спокойный трафик как всегда пешеходов никто не пропускает то есть пока ты не пойдешь никто не пропустит сидят девчонки отдыхают любуются морем ночным мы приближаемся к нашему объекту здесь у нас обменник курсы везде разнятся где-то 8,6 где-то 8,8 где-то с паспортом где-то без очень много на велосипедах ездит мы подходим к нашему интересному месту сегодня возвращаясь с прогулки мы заметили венки сейчас я вам все подробно покажу и ну что смогу расскажу здесь вот такой очень популярный клуб white in white и здесь проходят разнообразные церемонии звучала музыка оперная и мы заметили вот такие вот венки из натуральных цветов так же из искусственных с надписями то есть вот кого-то для кого-то и мы долго думали что происходит то есть у нас венки положено дарить на какие-то траурные мероприятия и мы думали что здесь может быть похороны но в ночном клубе это было бы очень странно так как у каждой народности есть свои традиции hello hello я немножко посмотрел в интернете вообще что и как и оказывается по традиции на свадьбы каждый гость приносит вот такой венок и они выставляются на длинные палки перед входом сейчас уже венки забирают как вы можете видеть но это вот турецкая традиция очень интересное очень есть красивые цветы и все это оказывается поздравление с бракосочетанием также еще есть некоторые традиции интересные на свадьбу которых я вам сейчас тоже расскажу сейчас вам еще покажу вот еще венки я не знаю насколько хорошо вам видно надеюсь вы все разглядите вот это из натуральных цветов очень красивые руки я думаю они немалых денег стоят здесь как я понимаю написано что это nordic property mehmed kizil kai kizil kai я может быть цветами украшен машина и проходим дальше смотрим вот еще венки то есть когда мы сюда проходили здесь было просто все усеяно венками и по их традиции вместо букетов приносят венки на свадьбу сейчас их уже собирают и уже уносит возит не знаю куда и что с ними будут делать но вся улица была венках также по турецкой традиции положено дарить молодоженам золото золото и деньги у молодоженов прикреплены ленты на шее и прям к ним подходят гости поздравляют и прикрепляют деньги либо вторая традиция молодожены выходят в зал с корзинами и собирают по всему залу подарки деньги и золото вот тоже понесли венки тоже понесли венки вот их уже возят вот их уже возят на многих свадьбах нет алкоголя то есть это как и в узбекистане тоже есть такие свадьбы и я прочитал то что даже может быть такое что нет еды ну вот такие вот интересные традиции очень интересный клуб звучит живая музыка здесь каждый день проходят какие-то интересные мероприятия смотрите сколько машин возят эти венки то есть я вижу по крайней мере с этой стороны три микроавтобуса и также и это абсолютно нормальная традиция здесь она повсеместна вот такой вход в клуб вчера тоже была здесь свадьба мы видели приготовление но венков мы не видели то есть я так понимаю в каждой семье есть свои традиции то есть современные либо более традиционные вот такие станции такси наш район называется Кумхуреет и по всему городу находятся вот такие вот точки по которым можно вызвать такси то есть вы нажимаете эту кнопку и в течении 5 минут приезжает такси баклажки здесь кидают в определенные мусорные баки которые вы можете видеть то есть здесь сортируется мусор сейчас вы можете увидеть патрулирующих полицейских которые ходят по дворам на вызовы и просто охраняют общественный порядок и и Продолжение следует...